POCO M5 против POCO M5S. Однако, здесь все переворачивается с ног на голову. Нам нужен соведущий на наш второй канал, который мы сейчас будем открывать, развивать, продвигать и снимать, конечно, много классных, интересных видео. Правда, в любом случае это должно быть, конечно же, 18+, по тому, кто появится. Мы надеемся, что вы будете уметь говорить, разбираться в технике и, конечно же, не бояться камеры. Под этим видео вы найдете информацию, куда отправлять и в каком именно виде, может быть, заполнить какую-то анкетку. Ну, а дальше ждите, с вами свяжутся. Надеюсь, мы сработаемся. Привет, друзья! Вы на канале Q.ru. У нас достаточно быстрое и понятное сравнение POCO M5 против POCO M5S. Два абсолютно разных телефона, а еще у них куча конкурентов в этом бюджете, которые тоже можно рассмотреть. Про них тоже скажем. Посмотрите, сколько эти телефоны стоят, в каких цитах есть по ссылке под видео в магазине Q.ru с быстрой доставкой. Если останутся вопросы, задавайте их в Telegram-канале. Можете написать свои комментарии и вопросы в нашем YouTube под этим видео. Все комментарии на YouTube вам вспоминают участие в розыгрыше одного классного смартфона и куче промокодов. Условия розыгрыша максимально простые. Пишем комментарии на YouTube, подписываемся на канал, открываем подписки в настройках. Дальше в прямом эфире в следующем месяце проведем розыгрыш и выберем одного победителя, который получит смартфон, и несколько, которые получат промокоды. Все это проведем в прямом эфире. Призды отправим в любую точку Российской Федерации. Удачи! POCO M5, POCO M5S. Это два абсолютно разных телефона, на самом деле, которые, я, честно говоря, не знаю, почему объединили в одну линейку, почему не могли назвать этот смартфон, а почему по-другому. Тем более, что POCO M5S это просто переименованный, перелицованный, но абсолютно точно такой же Redmi Note 10S. Телефон, который существует уже полтора года, на который уйму, тучу прошивок различных существует и огромное количество информации по нему. POCO M5 это новый телефон. И они отличаются друг от друга очень и очень сильно. Выбрать достаточно просто будет. POCO M5 крупнее, он больше, он толще, за счет том числе и дисплея. Здесь почти 6,6 дюйма, в то время как 6,4 у POCO M5S. Версия S тоньше, легче, компактнее, при этом менее эргономичная при использовании без чехла. Она глянцевая, в то время как у POCO M5 такой более брутальный и более устойчивый к различным касаниям корпус. И в целом, по дизайну мне больше, что нравится даже POCO M5. При этом в комплекте с обоими телефонами есть чехол, на обоих телефонах с завода сразу наклеена пленочка. Но с POCO M5S в комплекте идет зарядник на 33 ватта, в случае с POCO M5 только 22 ватта и заряжается он только максимум с мощностью 18 ватт POCO M5. Если говорить про элементы управления и все остальное, то здесь телефоны совпадают, здесь отпечаток сбоку находится. Сверху инфракрасный порт, раздаваем для наушников у M5 сверху, у M5S снизу. Есть слот для двух сим-карт, карты памяти, есть USB Type-C для зарядки. И POCO M5S здесь же получает первое преимущество на M5, помимо уже зарядки более мощной в комплекте, это стерео. POCO M5S имеет стереодинамик, роль которого играет голосовой в верхней части, хотя имеется еще и прорезь на верхней грани. У POCO M5 стерео в принципе отсутствует. Едем дальше и дисплеи. Помимо диагонали 6,6 дюйма, у POCO M5 присутствует еще частота развертки 90 Гц, в то время как у POCO M5S частота развертки только 60 Гц. Однако, POCO M5 имеет IPS дисплей, в то время как у M5S это AMOLED дисплей. Две принципиально большие разницы, более энергоэффективный, более яркий и контрастный, и более качественный однозначно здесь дисплей у POCO M5S. Кому нравится AMOLED, кому нравится IPS в POCO M5, но я, пожалуй, что выбрал бы за качество картинки, за контрастность и за яркость POCO M5S. Дальше едем и касаемся производительности, здесь все переворачивается с ног на голову. POCO M5S Helio G95, оперативной памяти 6 ГБ, POCO M5 Helio G99, оперативной памяти 4 или 6 ГБ. В повседневной эксплуатации телефоны плюс-минус идентичны, но немножко быстрее, на какие-то доли секунд POCO M5. Вроде как, здесь еще более быстрая память, может быть, еще этим объясняется, но более современный процессор стоит именно в POCO M5. 6 нанометров против 12 нанометров и чуть-чуть более мощное видеоядро. В Antutu телефон POCO M5 тоже с более свежим процессором даряет больше баллов, с 366 тысяч баллов против 318. Это незначительная, на самом деле, разница, но как раз-таки здесь мы видим преимущество по скорости памяти, по вычислительной мощности ядра и по видеоядру тоже. Поэтому при использовании в повседневной жизни телефоны, конечно, близки, очень сильно близки. Если же говорить про игрушки, чуть-чуть постабильнее и похолоднее будет играть POCO M5. Более того, здесь имеется еще и повышенный плановость интерфейса 90 Гц, поэтому однозначно можно сказать, что для игрушек больше из этих двух смартфонов подойдет POCO M5. Но драматичной разницы, на самом деле, здесь не будет. Оба телефона играют в сложные 3D-игры, в том числе на средних настройках, выше уже не получается. Ну и автономность. Батарейки здесь в обоих телефонах по 5000 мА, но здесь, кстати, есть две забавных вещи. Во-первых, AMOLED-дисплей в POCO M5s, он более энергоэффективный, но при этом здесь стоит более старый процессор с техпроцессом 12 нанометров. В то время как в POCO M5 процессор 6 нанометров, а экран IPS яркий, еще и большой, еще и частотой развертки 90 Гц. Как итог, при средней активной эксплуатации POCO M5s живет чуточку дольше. Если его активно использовать, POCO M5s будет жить дольше. Если же вы телефон используете не так часто при просмотре видео, допустим, если не так часто используете дисплей, игрушки и так далее, то на этой дистанции, при таком более экономном использовании, чуть-чуть больше будет жить POCO M5s. При этом он будет быстрее заряжаться. Почти в два раза телефон полностью заряжается за час. POCO M5 полностью заряжается уже за два часа. Это все объясняется простой причиной. 33 Вт заряжается и в комплекте имеет MPs и 18 Вт максимум скорость зарядки в случае с POCO M5s. Если же говорить про камеру, то здесь и селфи-камера, и основная камера имеет больше мегапикселей и больше качества, в том числе в POCO M5s. Здесь все очень просто. POCO M5s бьет младшего брата по всем статьям. Здесь лучше селфи-камера, здесь лучше основная камера, здесь намного лучше видео. Единственное, что ночная камера несколько печалит сама по себе в MPs, но в целом, особенно по части видео, это прям совсем другая ступенька. Full HD со стабилизацией. 4К пишет смартфон в формате. Без стабилизации POCO M5s намного лучше при очень близкой цене, чем POCO M5. Как в фото, так и особенно в видеочасти. Поэтому однозначно этот телефон, при сравнении двух этих телефонов, надо обратить внимание, в первую очередь, на него. Если не говорить про конкурентов, которые в этом сегменте тоже могут находиться и могут быть еще лучше. Если говорить про связь, то здесь телефоны полностью идентичны. Две SIM-карты, Wi-Fi, GPS, GLONASS, NFC тоже в телефонах присутствует. Оплата телефонами работает. Если поставить сейчас у нас Mirpay, в России тоже все это отрабатывает по полной. Со звуком, я уже сказал, есть разъем для наушников в обоих телефонах. Стерео только в POCO M5s. И в целом он, конечно, звучит несколько получше. Хотя орут одинаково громко оба. То есть пропустить звонок будет сложновато с обоих телефонов. А вот слушать музыку и играть в игрушки без наушников лучше в M5s. Ну и, наконец, прошивка. Здесь абсолютно телефон идентичный. Android 12-й версии, оболочка MIUI Global. 13-й версии, с небольшими вкраплениями от POCO. Но отличий в этом плане у телефонов нет вообще никаких. Они абсолютно идентичны. Итог достаточно прост. Из этих двух смартфонов выбирать надо, в первую очередь, по задачам, как обычно. Хотите IPS-дисплей и поиграть в игрушки из этих двух телефонов, предпочтительнее будет POCO M5. Если же вы ищете более сбалансированный смартфон по всем остальным показателям, то предпочтительнее будет POCO M5s. Он имеет лучший дисплей, у него быстрее зарядка, он лучше показывает себя в части камеры, особенно в части видеокамеры. Итог достаточно простой. POCO M5s лучше и намного лучше, чем POCO M5. Причин выбрать при одинаковой примерно цене, при небольшой даже равенце в тысячу или полторы, это там процентов 10 всего лишь от цены, выбрать POCO M5 из этих двух телефонов я, честно говоря, особо не вижу. Немножко лучше автономность, но при этом медленнее заряжается. IPS-дисплей, 90 Гц, как по мне, маловато. Так что выбор будет за вами, как обычно. Напишите в комментариях, что бы вы выбрали и почему. Конечно, напоминаю, что у этих двух телефонов еще есть огромное количество в этом бюджете конкурентов, которые будут уже не хуже. Из даже их семейства есть POCO M4 Pro. Тоже мощный процессор, 120 Гц частота развертки уже, неплохая тоже камера. И я бы, пожалуй, в первую очередь обратил бы внимание на него. POCO M4 Pro, пожалуй, мне будет интереснее, чем оба эти два телефона. При этом стоит он очень близко. Если остались вопросы, задавайте. Всех остальных призываю ставить лайки, подписки и колокольчики. На этом все. С вами был Андрей. Пока.